Мне вот мой продюсер говорит, что ты готовишь все время какие-то вещи, названия непонятные, для людей блюда как бы не характерные, типа народ у нас в России не ест то, что ты готовишь. Я с ним спорю всегда, но и вот он в этот раз меня переспорил и говорит, давай приготовим самое популярное в России блюдо, которое называется свинина по-французски. Я ему говорю, ты что в рестиках, это муветон готовить? Я вообще никогда не готовил, потому что это стыд для повара готовить свинину по-корейски, но свинина по-французски это вообще ужас. Ужас, приезжаешь в региональный городок, смотришь, а там в меню кроме бифстроганов и свинины по-французски, да и в некоторых городах еще называют ее Le Cordon Bleu, я всегда говорю, президент Le Cordon Bleu, когда узнает, что у нас такая популярность у какого-то куска мяса с мазиком, он там в гробу перевернется. Ну, в смысле не текущий, я имею ввиду тот, кто создатель, не президент Le Cordon Bleu, а создателя школы Le Cordon Bleu. Значит, я как повар, конечно же, никогда ее не готовил, потому что считаю, что это дурной тон. Продюсер меня заставляет, как бы паспорт отобрал, говорит, работай, все. Я думал, 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 думал и как бы поступил повар, чтобы сделать такое же, но это должно быть вкусно в разы. Я взял тот самый кусок свинины, на который должны лечь лук там и все остальные ингредиенты, провернул его в мясорубке и получил вот такой вот фарш. Я добавил сюда соль, перец и свинина Le Cordon Bleu у меня будет не из сухого куска свиной какой-нибудь корейки или шеи, которая пролежала у вас 20 минут в духовке, а будет вкусная, сочная. Так, первонаперво, пока я не снял перчатку, мне нужно оторвать лист бумаги. Бумагу далеко не убираю, потому что она мне еще понадобится. Лук пока мне не понадобится, поэтому я его чуть-чуть сдвину сейчас вот так. О, нужно сформировать котлетку. Да, самую настоящую котлетку из свинины. Свининка у меня жирненькая, я специально такую выбрал, чтобы было кайфово, чтобы было сочно и ароматно. Делаем круглую-прикруглую котлетку. Прикидываем сковородочкой, оп, почти что даже можно немножко, даже немножко, нет, достаточно. Так, вот так вот собираем ее, сковородку раскаляем. Повар ведь как мыслит, как сделать блюдо сочным, вкусным и мягким, чтобы гостям понравилось. Так вот, единственный способ сделать свинину мягкой, это провернуть ее вместе с большим количеством жира. Желательно, чтобы она была охлажденная, не замороженная, тогда будет больше сочности. Все, котлетка готова, кругленькая, красивая. И пусть меня ненавидят все повара нашей необъятной родины, но мы должны сдвинуть свинину по-французски по вкусную сторону. Сковородка накалилась, переворачиваем. Вот она, ровно легла на сковородочку. Ну все, пусть жарится. Теперь нужно полукольцами нарезать лук. Пока обжаривается котлетка, значит, можно кубиками, но полукольцами, знаете, как-то роднее получается. Ух ты, сколько у меня, у меня, у меня, у меня жира получилось тут. Теперь смотрите, что нужно сделать. Так, сейчас я лишнее все уберу. Где мой пергамент, да? Так, пергамент. Смотрите, со второй стороны обжаривать мне как будто бы не надо. Почему? Да потому что мы это все дело должны выложить на пергамент. Оп, ля. И выкладываем котлетку. Смотрите, здесь вытопился жир, его достаточно много. Ставим обратно на плиту, отправляем сюда лук. И отправляем сюда грибы. Грибы крупно режем, крупно. Никто в нашем мире не хочет париться, поэтому давайте мы не будем париться. Мельчить грибы. Такая заморочка. Так, порубил их слегка. Зачем делать фарш? Купите его просто в магазин. Можете смешать свинину с говядиной, говядину отдельно купить. Хотите просто свинину. Можете кролика, курицу. Сразу на вопрос, чем его можно заменить? Замените баклажанами, кабачками. Замените картофельным рёстей. Чем угодно замените. Это будет другое блюдо, но тем не менее. Понимаете, да, что если лук жарить на вытопившемся от свинины жире, это получается гораздо ароматнее и вкуснее. Обязательно зубчик чеснока. Крупно. Просто крупно. Сюда. Пусть слегка обжарится. Пусть будет хороший вкус. Томат. Прошу прощения, господа. Сразу предупрежу, майонеза здесь не будет. Томаты тоже толстенькими такими колечками по 3-4 миллиметра. Томат берите большой. Видите, у меня уже томаты не такие гламурные, как были летом. Потому что всё прошла лафа. Импортный пластик. Эгей. О, зарумянился лук и грибочки. Так, я с вашего позволения. Чуток перца, потому что я большой любитель перца в котлетах. Да и свинина. Когда чёрный перец добавляешь, то вкуснее. Определённо. Что нам ещё? Остроты мы сюда добавлять не будем, потому что это всё-таки классический такой рецепт. Побоюсь этого слова. Да распнут меня. Классический рецепт советской кухни. Так. Ну, вот смотрите. Лучок, видите, с грибочками пожелтел. Поэтому мы его берём и выкладываем куда? Правильно. На котлетку. Эй. Вот таким образом. Нужно распределить всё. Бог мой, что я делаю? Здесь нужна ювелирная точность. Так. Супер. Ну, вроде бы, всё на месте. Да? Тут же всё ровненько. О! Какой пирожок получается! Отличный! Теперь выкладываем томаты. Вот так. Всё это по кругу. Чтобы было сочно. Это важно. Кто хоть раз пробовал, это гениальное блюдо, тот знает. Вот так. И последний кусочек вот сюда. Ну, ничего страшного, что немножко неровно. Тут друг на дружку заходит. Всё. Оп! Попкой прикрыли центр. Ништяк! О! О! Как круто получается! Ну-ка! Вообще огонь! Мне кажется, что это просто... Давайте назовем его... Давайте назовем его пирог из свинины по-французски. По-моему, круто! Чутка соли на томаты. Потому что в луке у нас соли вообще не было. Чуть-чуть на томаты соль. И сыр. Как я уже сказал, я решил не париться. Поэтому сыр купил тоже натертый. Какой-то российский, обычный. Я надеюсь, он расплавится. Потому что в наше время очень сложно угадать, купив сыр, расплавится он или нет. Очень много каких-то непонятных подделок, которые не плавятся. Я с таким сталкивался не раз. Но надеюсь, в этот раз всё получится. Во всяком случае, в составе написано, что он из молока пастеризованного и закваски натуральной. Когда берете сыр, всегда читайте, что там написано. Какая фуд-порнушечка какая, а? Сыр тут течет, жирная свининка с жирным сыром. Сейчас томаты. Так, а давайте-ка я ее отправим в духовку. Так, ну смотрите. Я думаю, что минут, наверное, 10 она там точно должна простоять. Пока у нас мясо стоит в духовке, я яичницу пожарю. На сливочном масле. Очень важно яичницу жарить на сливочном масле. Почему? Потому что масло растительное перегревается и начинает жечь края. От этого получается яйцо не глазунья, а какая-то жареная невкусная штука. Я честно признаюсь, придираюсь всегда в ресторанах, где я там завтракаю, в отелях очень много переездов. Сливочное масло на низкой температуре растопили, яичко разбили. И пусть он на низкой температуре белеет. Белеет парус одинокий. Можно порвать края для того, чтобы белок вытек. Тогда яйцо быстрее прожарится. Да. Главное не скрести сковородку. И нож не портить. Обратной стороной можно чуть-чуть только, знаете, так. А еще на низкой температуре, когда яйцо жарится, оно плавает. Оно не пристает. Стоит мне только его нагреть сильно, как она начнет приставать. Если яйцо уже приготовилось, вы его выключили, оно постояло, сковородка остыла, яйцо приклеилось к нему. Вы его начинаете стряхивать, не стряхивается. Подожгите снова огонь, чтобы масло нагрелось, яйцо приподнялось. И вам тогда легче будет с тарелки его. Так. Ого. Вот это бомба. Мамма миа, Санта-Мария. Ого, классно как. Ооо. Красота. И сырок расплавился. И чувствую, как свининка там приготовилась. И как-то же мне нужно какую-то большую тарельку. Давайте достанем самую большую тарелку. Лопатки. Ооо, сыр тянется. Класс. Тут и соки от помидора, и от мяса, и от всего вместе превратились в какую-то божественную идиллию. Сыр течет. Так. Куда, куда, куда. А яичко, смотрите, как сверху. Опа. Я просто о чем? О том, что майонез в свинине по-французски или в свинине, le cordon bleu, состоит из яйца и масла. Масла в свинине тут достаточно, его не надо добивать и как бы туда его внедрять. Масла в сыре достаточно. А яйцо, это как раз та часть майонеза, которая могла бы быть у вас здесь. Просто сам по себе сыр вкусный. Так, смотрите, что я делаю. Ножом разрываю это произведение искусства. Вот, смотрите, яйцо разрезаем пополам. Что мы получаем? Да е-мое, как же повернуть-то его так, чтобы вам было видно. Посмотрите. Понимаете, как тут все вода течет? Смотрите, свинина прожарилась. Томаты сочные, лук, яйцо. Это ли не произведение искусства? Вот оно, счастье российского народа. Ну-ка. А не отведут ли мне кусочек? Господин повар. Так, яйцо. О, сырочек тянется. Все правильно. Так и должно быть. Вот это я понимаю, свинина по-французски. Вот это аншлаг. Не какой-то там кусочек засушенного мяса с майонезом. Бомба. Такие вещи можно делать на соревнованиях, на крупных, на городских. Пришел человек такой, типа, отдай мне что-нибудь поесть. Ты ему свинина по-французски. Он говорит, фу, не хочу. Ты ему говоришь, смотри, братан, все течет, сочится. Яйцо. Сырок тянется. Грибочки. Томат сочный. Свинина. Она просто слезится. Она плачет от счастья, что попадет к вам в рот. Короче, друзья, вы как хотите, а свинину по-французски нужно готовить вот так. Смотрите, набирайтесь опыта. Кому понравится идея, обязательно реализуйте. Будет, я вам обещаю, вкус будет просто потрясающий. Просто потрясающий. Ну и, конечно, объемчик. Что, здесь спокойненько можно четвером поужинать. Не забывайте делать репосты. Не забывайте писать комментарии. И спасибо, что вы рядом. Вот, пожалуйста, пользуйтесь. Все самое лучшее для вас.